всем привет сегодня получила две посылки из китая и хочу распаковать вместе с вами потому что сейчас придет клиент может быть заодно я сниму и тестировать ага это у нас гелевые я кстати замечала что некоторые путают пластиковые и гелевые типсы но эти по ходу дела именно гелевые как какой бы мне запортачить сколько их кстати тут вообще вообще похоже на пластик я попробовала на зуб и мне не стыдно я сейчас попробую спилить фрезой вы знаете пахнет пластиком вообще-то и вот этот стружечка она мне больше пластик напоминает когда сгибаешь вот этот материал белесая полосочка видите образуется это обычно с пластиком так происходит и как-то подозрительно легко они гнутся знаете гель бы наверное сломался уже поэтому я вот когда смотрю обзоры многие говорят гелевые гелевые а меня сразу как-то сомнения берет гелевые или нет но в любом случае главное чтобы они работали в общем их наносим сразу на ноготь получается ровный ноготь как раз от парочка тут отслоилась ладно посмотрим итак сколько у меня здесь их штук раз и четыре пять в одной упаковке вот такие они по размеру здесь уже стертая часть для того чтобы контактной зоны было более контактная чтобы адгезия была лучше здесь форма другая балерина балерина тестировать я буду попозже сейчас я только бегло сделаю распаковку вторую открою мне надо успеть до прихода клиента так здесь кисть для градиента я когда-то давно покупала такую вот круглую кисть для градиента на алиэкспресс но она сильно впитывала гель-лак и градиент ей у меня не вышел но ворсинки бывают разные материалы бывают разные одни впитывают другие не впитывают поэтому я пробую разные вот такие ленточки я купила для дизайна узенькие одна уже другая шире вот такие вот они 1 3 миллиметра то которая узенькая и другая 5 миллиметров в общем это малярный скотч дальше я не помню что это такое а это твердый гель-лак вы смотрите ехала она в дороге и не растеклась баночка что не может не радовать это типа геля мастики что ли или гель-пасты давайте я буду называть это гель-краска есть ли у этой гель-краски липкость не обязательно перекрывать топом посмотрим я еще буду тестировать так вот такой бокс для страз мне очень нужно потому что вот мои стразы они уже все размещены вот таком боксе но у меня еще этих страз полно вот они я их искала девчонки я искала типсы покупала типсы но обзора на них я так и не сняла в общем это пластиковые свободные края так сказать которые наращиваются на это а я их потеряла и и думал как же мне снять для вас обзор я их потеряла они мне оказывается вот здесь вот страза в общем вот у меня еще очень много всяких упаковочек и так как они вот здесь вот валяются вскрытые половина страз у меня видите как высыпалась он туда в коробку поэтому заказала вот еще бокс вообще вещь нужно буду приводить в порядок свои стразы полигель дело в том что сейчас накануне лето я должна найти полигель который будет твердый те полигели которые у меня они с приходом жары станут жидкие и я с ними буду мучиться как дорогу так в общем буду мучиться я иногда не помню свою логику когда я заказываю материалы в общем молочный гель то я для себя нашла это all star а вот наверное в тот момент я искала белый полигель например для baby boomer или для выкладного белого френча и вот это как раз беленький я вижу что он жиденький такой же как у меня собственно говоря есть уже угол а вот это интересная штучка это вот такие красивенькие бульонки сейчас я как открою и как они у меня все перемешаются а здесь нету вот этой вот штучки которая бы открывала отдельно каждый боксик и вот так вот смотрите я кручу и шарики из одного боксика перебегают в другой это разноразмерные жемчужные бульонки есть вообще конкретно здоровый я даже не знаю куда их можно применять на какие-то объемные дизайны покрупнее в общем у меня были бульонки мелкие только более крупными я никогда не работала но думаю с ними можно сделать интересный дизайн будет или да это металлические бульонки все нормально но выглядит так прикольно ага у меня еще есть вот такая фасовочка с темными бульонками вот так вот симпатично они выглядят вот эти шары конечно это что-то а здесь у меня это радужный кошачий глаз все уже его перепробовали я опоздала с покупкой наверное удивить я вас не смогу наверное ничем было бы неплохо сегодня вот на клиентке его и попробовать густой как каучуковая база вот так вот на кисточке ничего особенного надо его все-таки в деле проверить разрешаю ага это у нас фонарик фонарик с подушечкой батареек тут нет комплекте здесь три мизинчиковые батарейки я вообще-то его заказывала когда ломала голову как бы сделать литье идеально то есть у меня была какая мысль рисуешь рисунок краской для литья просушиваешь ее в лампе дальше накладываешь фольгу и вот так вот фольгу прижимаешь вместе с фонариком чтобы она лучше отпечаталась чтобы литье получалось более гладкая но пока шел этот фонарик я уже на остановилась на том варианте литья который меня устраивает я часа три наверное сидел тестировала разные способы и все-таки топ смешать с гель-краской без липкого слоя чтобы полупрозрачный черный густой материал получился вот им рисуешь хорошо просушиваешь втираешь втирку и в принципе литье меня устраивает поэтому этот фонарик пока не актуальный тем более что у меня был другой но он без подушечки но он у меня подглючивал то срабатывал то не срабатывал в 10 механизм как-то не контактировал не всегда контактировал светит довольно таки ярко работает здесь отлично вот этот фонарик мне нравится он как-то более добротно что ли сделала с тех пор как я снимала предыдущую распаковку прошло уже какое-то время я опять не успел смонтировать видите у меня другой маникюр и пришли еще две посылки с алиэкспресс вот здесь вот я знаю наверное духи я просто заказывала вот такие духи на валдберрис и на озон по 300 по 400 рублей и мне понравились я много заказывала но вот среди них из всех мне понравились вот эти и секреты гарема так вот после известных событий все подорожало и они теперь там блин по 900 рублей стоит сразу ценностях выросла для меня но по 900 рублей такой маленький объем заказывать что-то мне не очень вот на алиэкспресс я по 540 рублей нашла секреты гарема и заказала в общем они еще ко мне едут это у меня полигель сейчас на лето ищу полигель пожестче прозрачный судя по тому как он легко выдавливается он не очень жесткий полигель то может и хороший но для жарких дней наверное не подходит так тестирование делать не буду потому что клиент сейчас у меня только распаковка но за это время вот эту кисть я уже попробовала и она получается так что она выстряжена лесенкой и вот эти заканчивающиеся волосочки да они как бы застревают полигели в общем вот эта кисть для полигеля оказалась вообще отвратитель я думала что они все более-менее одинаковые но нет вот это вот кисть плохо работать с полигелем прямо заметно плохо полигель прилипает вот такая вот коробка мне кажется она полупустая ну да а и здесь как раз вот эти духи про которые я вам говорила секреты гарема я от них просто тащу какие-то они на вид другие не такие как я покупала на озон и на валдберес но запах все тот же изумительная им просто поливаясь вот так вот прям ой прям тащусь и от этих духов я вот когда монтирую я ставлю их рядом с собой и когда чувствую что начинаю принюхиваться я вот так вот все опять обмазываюсь сижу в этом душистом облаке и тащусь я не знаю ощущают ли запах окружающие надо как-нибудь на касатика намазать и посмотреть будет ли от него пахнуть а я вот и чувствую что отличается флакончик от того что я покупала на валдбер смотрите он и побольше и крышечка там была другая и они не такие были желтые в общем на алиэкспресс можно тоже духи эти покупать и смотрите даже больший объем не успела я смонтировать предыдущую распаковку как пришли еще две посылки и так как тестирование я сегодня не буду показывать только распаковка поэтому пожалуй распакою и эти две посылки а тестирование с подробными своими выводами я сниму попозже так вот это вот наверное твердые гель-лаки а нет это гель-лаки классные я их увидела в обзоре у какого-то другого блогера мне понравилось то что они вот в таких цветных бутыльках мне очень удобно у меня есть набор от венолиса и я обалдела от того что я сразу по цвету бутылька могла выбрать нужный мне цвет гель-лака а дело в том что по качеству самих гель-лаков сейчас разницы нету сейчас все виды фирмы в принципе выпускают нормальную продукцию и я даже пожалуй не встречала гель-лаков которые могла бы сказать что он вот это какие-то плохие гель-лаки есть и например вот в ассортименте попадается парочка штучек которые например плешивят но и их можно применять например в качестве витражных или полувитражных гель-лаков поэтому для меня большое значение имеет упаковка и удобство работы вот например фиора последнее время перестали делать маркировку на крыше как это делали раньше и мне это было удобно потому что вот так вот бутыльки стоят и я смотрю на них сверху мне непонятно вот какой цвет а вот эти гель-лаки мне понравились именно за счет того что можно выбрать быстро вы знаете я вам сейчас пожалуй не буду их распаковывать вот смотрите они повторяют цвет содержимого да отлично вообще прям чуть ли не стопроцентное попадание давай повалять в общем пожалуй эти гель-лаки я ну вот видите уже уронила и сколола тут но зато мы по звуку поняли что это стекло в общем распаковку на них я пожалуй сделаю отдельно не буду вам все цвета сразу показывать потому что считаю что эти гель-лаки прям достойны отдельного обзора видите сколько у меня тут много так а во второй посылке меня спрашивали telegram канале приходят ли посылки ну вот как видите приходят здесь сразу несколько мелких здесь колечки для фотосессии серебристые ну вы знаете они очень маленькие прям вот сюда и не налезут вот только на эти фаланги пальцев лично здесь пинцет дебейки по моему он называется для того чтобы зажимать арки эти пинцеты идут с различными насадками но мне те насадки не нужны потому что я же взяла его для зажима арок в общем это обратный пинцет уже обратный пинцет но он слишком длинная для меня мне неудобно помещать много в лампу вот а этот покороче вот такой то есть ноготочек в лампу прямо удобно будет помещать теперь мне будет удобно зажимать арки у меня есть и пластиковые и металлические вот эти зажимы но они очень жесткие мне кажется что все клиенту больно ну кстати и вот этот зажим он тоже довольно таки жесткие и мне да ну я вот чувствую чувствую давление на свои пальцы мне где-то даже и больно в общем попробую им поработать еще этот пинцет называют бульдога здесь у меня кисточка для полигеля тестирую разные кисти хочу выяснить влияет ли например состав ворса на то как будет прилипать полигель в общем мне нужна кисть с наименьшей прилипаемостью вот это она такая жесткая знаете прям жестко жестко как мы не такая как апельсиновая палочка но она жестче чем мои вот предыдущие были купила гель для страз это топ без липкого слоя топ гель который застывает в лампе атерозалин у меня уже был такой вот он мне понравился потому что после него не темнеют бульонки к сожалению он у меня уже и стал заканчиваться я купила еще на всякий случай потому что страза он держит отлично бульонки не темнеют а ну а что еще надо как говорится и здесь тоже колечки уже как видите они желтенькие вот эти побольше размером хорошо потому что вот эти они такие же как серы предыдущие но у них размер такой маловатый а вот эти побольше и они как видите надрезами можно их увеличивать такие вот кольца стильные на фотографиях хорошо выглядят поэтому купила купила именно для фотографий не для того чтобы самой носить вот так такие разные колечки вы такие модели а блин знаете здесь не только у меня гель лаки то здесь у меня еще вот такие гель краски я их купила для того чтобы протестировать на предмет китайской росписи потому что они не жидкие оба на и есть надежда что они подойдут для китайской росписи но вот это явно не для китайки это именно вот такое будет покрытие так а сколько у меня гель красок то здесь ну-ка ой а у меня их тут много оказывается выкраску этих гель красок я все-таки сделаю 4 гель краски и не буду их оставлять для другого обзора сделаю выкраску сейчас ну для китайской росписи они явно не подходят потому что пигментация у них сильно слабая этими гель красками наверное будет удобно работать новичкам потому что они не затекают под кутику благодаря своей густой консистенции но для китайской росписи конечно пигментации сильно не хватает видите какие мазочки бледные получаются но в качестве гель лакового покрытия мне не нравится работать гель красками потому что банки в принципе неудобно для работы не пачкаются из них все это вытекает для них нужна дополнительная кисть вот видите полосит наносится неровно единственный плюс то что не затекает под кутикулу для новичков можно вот долго ковыряться возиться поэтому я не в восторге от этих гель лаков единственное что может быть вот этот материал будет интересен для гель лаков и гель красок мне понравилась вот эта кисть тоже с алиэкспресс она двухсторонняя можно как наносить гель лак и гель и сразу выравнивать вот такой кистью вот для френча она мало пигментирована есть гель краски которые можно нанести в один слой поэтому я не вижу пока никаких плюсов в использовании вот этой краски я сейчас не помню по моему они были дешевые и поэтому я их заказала может быть их плюс как раз но качество так себе не очень ну хотя смотрите вот эти краски там где нет сильно большого сильно много белого пигмента до который полосит вот они в принципе равномерно распределились может быть даже и ничего красочки там если они дешевые а нет вы знаете вообще-то и ничего вот сейчас я нанесла это один слой если я нанесу второй слой то будет равномерное распределение или под кутикулу они так легко заводятся без затеканий да да нет эти краски в принципе имеют место быть такие вот веселенькие блёсточки палочки и какие-то там цветочки а и 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 Подписывайтесь на канал YouTube и на канал Telegram, потому что в последующих видео я буду более подробно рассматривать эти материалы, тестировать. Все, что я покупаю, я использую в своей работе, поэтому вы не раз еще увидите эти материалы у меня в видео. На этом я заканчиваю свой обзор. Желаю вам творческого вдохновения, всего хорошего, пока-пока!